У нас следующий интересный спикер Жданова Наталья Александровна, директор Ассоциации Ядерного Общества Казахстана. И буквально несколько слов о ней. Она является директором ядерного сообщества уже более 15 лет, а также управляет информационным центром по ядерной энергии в Астане, который был открыт в декабре 2015 года. И Наталья имеет квалификацию в области философии, преподает философию в городе Курчатов и имеет степень доктора философии в Абразийском национальном университете в Астане. А также руководит национальным офисом женщины атомной отрасли в Казахстане. Есть слово, Наталья Александровна. Спасибо большое за представление. Доброе утро всем, кто собрался нас сегодня послушать и пообсуждать наши проблемы. Сразу следующий слайд, пожалуйста. Не секрет, что сегодня ядерная отрасль достаточно развивается серьезными темпами, несмотря на негативные последствия укусимы. И сейчас есть скептическое отношение некоторой части общественности, но оно успешно преодолевается именно вот в том числе женщинами. Потому что достаточно серьезно возрастает роль женщин как в профессиональной своей деятельности, так и в том, что они рассказывают о нашей отрасли. Следующий слайд, пожалуйста. Можно здесь нажимать несколько кнопок подряд. Женщины в ядерной отрасли пока еще являются скорее исключением, чем правило. Например, вот у нас в составе управления ядерного общества Казахстана их всего две. Но благодаря подобным исключениям, внимание к женщинам со стороны общественности повышено. Нажимайте, нажимайте на еще, пожалуйста. И можно следующий слайд. При этом в молодежном отделении ядерного общества Казахстана состав девушек по отношению к мужчинам уже почти 50 на 50 лет. Следующий слайд. Женщинам доверяют больше как хранительницам домашнего очага наряду с их участием в жизни общества. Потому что женщины обладают врожденными педагогическими способностями. Они могут объяснить сложные технические вопросы даже на простом, понятном детям языке. Дальше, пожалуйста. В Казахстане достаточно велика роль женщин в этом вопросе. В процессе исторического развития Казахстан стал своеобразным реализующим звеном между Востоком, Западом, мусульманским, христианским миром, тюркскими и славянскими народами. И роль женщины в современном казахстанском обществе также изменилась. Наши дамы не только активно работают, воспитывают детей, но также принимают непосредственное участие в общественно-политических процессах страны. Что непосредственно отражает требования нашего времени. Что касается женщин-специалистов ядерного общества, то прежде всего они, конечно же, входят в состав организации женщин в ядерной области, с которой мы регулярно обмениваемся публикациями. Ядерное общество является аффилированным участником WNA и договор об этом, вы видите, как раз, как на фото подписывается, как раз с женщиной. Следующий слайд, пожалуйста. Работа с МАГАТЭ. Еще один из примеров нашего международного сотрудничества. Это и участие в проекте банка низкообогащенного урана. Это и работа со стейк-холдерами, о которой сделан доклад на нижней фотографии слева. Можно еще кнопочку нажать, пожалуйста. И еще одну или две. Это участие в миссии ИНИР, которая проходила в Казахстане. Тут также принимали участие женщины-специалисты. Следующий слайд, пожалуйста. В нашем ядерном обществе женщины вносят свой вклад в развитие международного сотрудничества с ядерными обществами других стран. Например, вот эти фото являются подтверждением данного тезиса. Благодаря нашему председателю управления Ирине Тажибаевой создано и активно ведется партнерство с американскими и российскими ядерными обществами. Следующий слайд, пожалуйста. Женщины-специалисты ядерного общества Казахстана участвуют в работе с депутатами парламента Казахстана и Госдумы России. Информация, полученная в ходе мероприятий, оказывает важную поддержку при формировании, например, закона об атомной энергии, который был принят у нас два года назад. И как раз на этих фотографиях вы видите наше взаимодействие с депутатами той и другой страны. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже можно несколько кнопочек. Обучать искусству выступления перед стейкхолдерами также лучше удается женщинам. Следующий слайд. Разъяснительные материалы в основном доводятся до ума, опять же, специалистками. Наполнением и поддержкой сайта, выпуском журнала также занимаются наши дамы. Следующий слайд, пожалуйста. Разъяснительную работу среди населения. Тоже чаще проводят у нас женщины-специалисты. Речь идет о преимуществах атомной энергетики, о радиофобии, о просвещении вопросов радиационной безопасности. Здесь вы видите, как женщины у нас общаются и с местным населением, и являются дизайнерами вот таких брошюр, где на вопросы детей отвечают специалисты о радиации, о природе урана и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь будет несколько примеров курсов лекций по радиофобии, по экологии, по профориентации, которые также читают женщины. Пожалуйста, следующий слайд. Конкурс школьных сочинений был организован в том числе женщинами-специалистами, и многие из них входили в жюри, чтобы помогло привлечь детей к тому, чтобы изучать, что такое вообще атомная отрасль, и с чем ее едят. Следующий слайд, пожалуйста. Это пример лекций по профориентации, которыми проводят опять же наши дамы. Следующий слайд, пожалуйста. Это работа информационного центра по атомной энергии, о котором уже говорилось. Созданный при поддержке Росатома и Казатопрома у нас в Астане, в столице Казахстана. Как видите, женщины принимают активное участие и здесь. Следующий слайд, пожалуйста. Работа с неправительственными организациями, и здесь женщины также проявляют себя достаточно активно. Надо отметить, что в самих НПО тоже очень много активных дам. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в завершение хочу сказать, что женщины атомной отрасли имеют огромный потенциал в осуществлении просветительской информационной работы. И вопрос вовлечения общественности в принятии решений в атомной сфере во многом может быть решен с помощью разъяснительной работы, проводимой нашими данными. Спасибо за внимание. Очень интересная презентация. Ну вот у меня есть один вопрос буквально. И вас можно по праву назвать настоящей женщиной-коммуникатором атомной отрасли. Ведь вы занимаетесь не только организационной, но еще и информационной работой. А скажите, пожалуйста, как вас предпринимают мужчины атомной отрасли? Считают ли они вас эффективным таким лидером, решающим важные задачи отрасли? Ну, вы знаете, все русскую группу встречают по одежке, провожают в полную. Примерно так же происходит и у нас. Сначала сомневаются, ну, женщина, да что она может. Как Михаил Валентинович рассказал, да разве может женщина мужиками без мотора проводить? Оказывается, да, действительно, когда начинаешь говорить, когда приводишь примеры из личной жизни, из профессиональной жизни, люди проникаются, когда объясняешь, что у меня тоже дети, их муки, что я точно так же хочу безопасности в своей обычной жизни для своих подруг, для своих детей, для своих соседей. Люди начинают понимать, что вообще-то да, мы такие же люди, как и все остальные. И, в принципе, обращают внимание уже на то, что мы говорим, доверяем нам, доверяют женщинам. Спасибо.